Ну, пойдемте, пойдемте во вторую арку. Ну, уже понятно, да, куда мы идем? Мы идем в Савинское подворье. Кстати, вот про этот дом могу вам еще, знаете, что сказать? Могу вам сказать, что это жилой дом 1938 года, архитектор Мордвинов, инженер Красильников. В доме жили советский летчик дважды бюро Советского Союза. Это супрун, артист, режиссер Мхата Ливанов, советский поэт детский. Кстати, Чуковский. Да, Чуковский. Правильно. И вот именно этот дом, кстати, Анна Ахматова, именно этот дом, когда его построили, вот из-за него передвинули это Савинское подворье на вторую линию, потому что Красная линия стала заняться теперь этим домом. Это было при перестройке Москвы в 30-е годы, когда вообще облик Москвы сильно-сильно поменялся, и в то время было снесено множество старинных домов, к сожалению. Но это факт. И вот за одну ночь дом переехал в Савинское подворье. Он переехал. И тем самым был сохранен. Так. Сейчас мы дойдем. Да. Долго мы сегодня гуляем. Долго. Во. Арка. Очень красивое тоже место, конечно. Хотелось бы мне там по лестницам побродить, но это вряд ли у меня получится, поэтому полюбуемся хотя бы со стороны внешне. Так. Кто тут еще в этом доме жил? Кто тут еще жил? Васильев. Работа народных художников РСФСР. Петр Васильевич Васильев. С 1939 по 1975 год. Так. Ну вот. Вот оно. Красивейшее. Великолепнейшее. Савинское подворье. Так. Здесь я вам сейчас выдам порцию полезной информации. Ну, о том месте, куда мы с вами идем, пожалуй, многие знают, потому что, ну, место-то известное. Это Савинское подворье. Хотя его не видно за такими парадными фасадами зданий на Тверской. И только если зайти во внутренний дворик, значит, будет, знаете, попадаешь в другое измерение. Вот шумные улицы, такой, с Тверской. Оказываешься в каком-то совершенно другом мире. И место это на самом деле находилось раньше на Царской улице. И занимало это место Воскресенский монастырь. Который в 1650 году был приписан Ставо-Старожевскому монастырю. Ну, монастырь снесли в 1900 году. И в московскую городскую праву было подано прошение епископа Можайского Парфения о сломе ряда существующих строений. И он попросил произвести постройку пятиэтажного жилого строения с нежилым подвалом и двором. Ну, для наблюдения за этим строительством будет облашен инфектор в 1900. Ну, здание было построено в модном, тогда псевдорусском стиле. Дом сразу стал украшением Тверской. И уже невозможно было представить себе улицу без этих башенок, которые были видны и от Страстной площади. Подворье было доходным домом Савинского монастыря. И его помещения сдавались в наем жильцам и конторам. Стоимость квартир была довольно невысокой, площади большие. И дом сразу облюбовали кинопредприниматели. В 1907 году одну из контор занимала студия Ханжонкова, который построил на заднем дворе огромный съемочный павильон со стеклянной крышей. И кинофабрика работала здесь до 1920-х годов. В 2000 году часть помещений Савинского подворья были переданы церкви. Здесь была открыта галерея русско-византийской иконы и православный центр помощи детям-сиротам. Здание это еще известно тем, что это здание переехало. Это переехавший дом. Таких в Москве несколько. Это не единственное такое переехавшее за ночь здание. Дело в том, что в 1934 году над этим подворьем, которое было на тот момент обычным жилым домом, нависла угроза сноса. Но в 1939 году дом просто уехал на 50 метров вглубь квартала. Здание передвигали по ночам вместе с жильцами. И благодаря этой передвижке сейчас можно уже сказать точно, что вес дома составляет 24 тысячи тонн. Инженер Гендель все рассчитал замечательно и даже не разбудил жильцов. Дело в том, что тогда строили вот эти вот громадные старинские дома вдоль красной линии Тверской улицы. И этот дом просто не вписывался вот в этот облик, в облик нового такого решения Москвы, центра Москвы. И хорошо, что хотя бы не сломали, а просто передвинули. Ну и в настоящее время дом тоже является жилым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Вряд стоят такие, как зубчики. Это дома христианской газеты. А в конце... Там должны быть палаты шубиных. Сейчас мы до них дойдем. И потом пойдем обратно. Здесь, видите, снег сбрасывает. Я тут прям практически рискуя жизнью. Снимала. Саринское подворье. Да. Вот. Здесь только фасад красивый. Дальше там... Воровая и задняя часть... Не очень. Честно скажем. Так. Здесь вот три дома. Сейчас мы должны... Упереться прямо в палаты. И пойдем обратно. Потому что я здесь сколько раз ходила. До палаты что-то ни разу не доходило. Решила в этот раз дойти. Да. Христианская газета. Журнал. Живут здесь люди. Всегда были жилые дома. Так. Что-то там это... Ружжалка-тарахтелка. Мы туда, наверное, не пройдем. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Здесь явно была недавно какая-то... Какие-то ремонтные работы. Прямо чувствуется, что даже дверь оплеенная. Так. По всему, палаты Шубинах это вот это. Я могу ошибаться. Поправьте меня тогда. Или вон то желтенькое здание. Интересно, а там можно выйти? Нет, по-моему, нельзя. Я думаю, что на палаты это как-то не очень похоже. Может, конечно, вот внизу, в основе палаты... А, вот здесь же можно выйти через арочку. Но мне бы так хотелось выйти вон там. Сейчас попробую, посмотрю, можно ли там выйти. Ну вот я вышла оттуда, с Савинского подворья. Сверской опять на Каменгерский перевод. И вот уже на Кузнецкий мост. Ну что, осталось еще у нас две лестницы. Я не знаю, получится ли у меня их снять. Одна лестница. Прямо сейчас, прямо на нее будем идти. И я попробую, во всяком случае. Смотрите, здесь уже фонари другие. Там были шехтеревские, здесь уже не шехтеревские. Вот. Знаете, здесь уже о всех домах рассказывала. У меня уже даже вот иду, всплывает в памяти что-то где-то как-то. Потому что уже даже не по одному разу рассказывала. Так. Вон он дом. Прямо перед нами, куда мы идем. Прямо по курсу. Кстати, здесь вот с правой стороны сейчас будет большой дом такой стоять. Это она забыла, как дом. Раньше ЦУ находился здесь. В этом доме. Как его? Мюр. Мюр, как и там? Эти два. Мюр и Мюр. Мюр и Мюр, да? Они... Вот. Одно время ЦУ находился вот в этом здании. Сейчас с правой стороны будет большое, красивое. И там снимали... О, тоже такое красивое, смотрите. Давайте во двор пойдем. И там снимали служебный роман. Там находилось статистическое управление. Статистическое управление находилось вот в этом доме. Сейчас я вам покажу его. Вот наш ладон красивый. Так. Мы сейчас посмотрим, что это за дом, если там он есть. Я вам скажу. Будемте обратно. Ансамбль домов Солодовникова. Вспомогательный корпус. Посмотрела я. А это доходный дом Арсеньева. Очень, кстати, красивый дом. По-моему, это здесь этот дом называют Дом Сокол, да? Марина Ивановна, этот дом называют Дом Сокол. Здесь очень красивая мазайка, панно. Ой. Мостпроект здесь находился. Ой, знаете... По-моему, это Дом Сокол. Тоже на лестнице красивая. Это вот Дома Солодовникова здесь. Очень красивая. Другие люди были богатые. Обалдеть. Так, а как туда попасть? Может, туда как-то можно попасть? В этот мостпроект? Или никак туда не попасть? А то я иду в тот дом, где лестница. А может, здесь тоже красивая лестница? Наверняка. Я прям уверена, что она здесь прям красивая. Так. А вот в этот дом мы идем. Вот прямо по курсу. Вот сейчас здесь вот посмотрим. Тут такие красивые ворота, что уже одни ворота. Че стоят. Так, вы-то знаете? Сейчас я вам подробнее. Точно, память меня не подвела. Доходный дом Сокол. Архитектор Машков. Художник Сапунов. Для декорирования фасада использованы рельефные изразцы рыбки по рисунку врубеля 1890-х годов. О, помнят? Помню вообще че-то. Че-то еще помню. Какая красивая решетка. Опять во двор, что ли, идти? Давайте тут еще почитаем, что тут пишут. Ну тоже, да. Доходный дом Сокол. Третарь Машков, Сапунов. Красивая решетка. Я замерзла. Поэтому мы пойдем сейчас с вами сразу туда, куда я шла. Ой, уже невозможно. Холодно. Ой. Так, тут еще елок пока никаких нет. Вот мы с вами идем. Вот про этот дом я говорила. Здесь вот снимали служебный роман. Здесь было статистическое управление. Так, а это вот мы сюда направляемся. Я вам сейчас про этот дом расскажу. Так, там Петровский пассаж. Потом туда пойдем обязательно. Тогда будет новогоднее уже украшение. Так, дум уже ленточкой перетянули. Ленточкой перетянули уже. Скоро будут елки ставить. Так, а нам вот сюда. Вот в этот дом. Кто бы мог подумать, что в этом доме красивая лестница. Хотя дом очень красивый, конечно. Сейчас мы с вами все посмотрим. Это британский дом.